Добрый вечер! В прямом эфире информационная программа «Семь дней» в студии Изабелла Хидзе. Главные события уходящего вторника в ближайшие полчаса. Сегодня в программе... Каспийские тюлени под угрозой исчезновения. Что предпринимают ученые? Каспийские тюлени под угрозой исчезновения. Бьют тревогу ученые. Сегодня поголовье этих млекопитающих не превышает тысячи особей. В рамках Всемирного дня биоразнообразия в Астраханском госуниверситете состоялась встреча представителей международного проекта по сохранению каспийских тюленей. В Астрахань приехали ученые из Нидерландов и Ирана, чтобы встретиться с коллегами из Русского географического общества и молодежью Астрахани. Своего первого тюленя директор фонда сохранения тюленей Королевства Нидерландов Линит Харт спасла около полувека назад. С тех пор ее жизнь тесно связана с сохранением этого малочисленного вида млекопитающих. Кроме работы по охране тюленей, она ездит по миру и делится опытом с молодыми людьми и специалистами в области экологии, в том числе стран при Каспии. Я хочу поделиться своим опытом, чтобы молодежь боролась не только за сохранение тюленей, но и за сохранение окружающей среды. Мы должны это сохранить, потому что нам жить в этом мире. Сегодня работа по сохранению тюленей в России ведется на Ладожском озере, на Байкале и по всему побережью Северного Каспия. По мнению специалистов, чтобы сберечь этот вид от исчезновения, необходимо прежде всего сохранить естественную среду обитания, на которую серьезно влияет загрязнение вод Каспийского моря, браконьерство, бесконтрольный вылов рыбы, курсирующие по акватории Каспии суда, разливы нефти. Угрозу популяции несут и инфекционные заболевания. Чумка плотоядных для них очень опасное заболевание. Бывают массовые эпизодии, когда погибают тысячи голов, особенно подвержены новорожденные детеныши. Влияет на сокращение поголовья Каспийского тюленя и глобальное потепление. Как известно, тюлени выводят потомство в холодное время года. Теплые зимы приводят к тому, что тюленихам негде просто рожать тюленят. Потому что обычно это происходит на морских льдах в разгар зимы в январе и феврале месяце. Но если лед слабый или вообще нет, им приходится искать место на небольших, очень загрязненных островах. Участники международного проекта по сохранению тюлений встревожены. Жизнь Каспийской нерпы сегодня находится под угрозой. Через 10-15 лет Каспийские тюлени могут полностью исчезнуть с лица земли. Чтобы этого не произошло, ответственность за сохранение вида должно взять на себя не только взрослое население, но и молодежь. Марина Лазарева, Игули Спаева, телеканал 7+. Для сельских школ Астраханской области закуплены современные итальянские автобусы. Подробности в дайджесте.